господи иисусе христе сыне божий помилуй меня грешную номер 354 события дня новый эпиграф и она 544 как вы можете веровать когда друг от друга принимаете славу а славы которая от единого бога не ищете буквально все было заражено этим и это сегодняшнее один из вопросов и никогда его не решить пока человек не будет иметь страх божий за 30 ноября 2016 года или имеет 1323 к этому эпиграфу добавляется другой может ли феоплянин переменить кожу свои барс пятна свои вы что за вопрос то конечно не может уверены да так и вы не мой вы можете ли делать доброе привыкнуть делать злое вот и ответ и феоплянин кожу своей может ли изменить барак обама какой он был такой и есть такой он будет темнокожий янг 1243 евангелия тяна ибо возлюбили больше славу человеческую неже славу божию это везде сверху донизу нормально человек разговаривали только руку положили его скажи как будто подменяет такая надменность напыщенность не подойди истина чтобы понимали вот это вот они это только другим не суди это ты не трожь меня не трожь задавлю это вот у священников у них просто беда и он зато узкать никого не боюсь кроме епископов его ссылку сослали дорогой форетрии епископ с монахами засаду на дорогах делает чтобы убить и ладно там она нашлась какая-то его приверженец она скрыла его там за своим дувалом пишет один видно что я мальчиш какой-то мир вам на ваших видеороликах над монитором вот монитор надпись время деньги вот оно время деньги никто не писал он заметил глаза стой какой как понять это выражение тратить время для сбережения денег я вот придумал такое выражение выбрать время для бога значит сберечь время напишите монитором думаю кто увидит задумается вот видишь какой я тогда посмотрел подошел и еще раз да действительно это а вот чему написано когда у нас телефон сделали не просто время за минуты платить раньше не было хоть сутками говори а тут ограничения я сразу выставил меня денег нет звонить звонишь тире заплати вот верху написано дальше время деньги так что тут еще тут написано так что-то 111 билайн куда звонить 125 рублей за стационар надо было платить а теперь не 125 больше и 22 копейки за минуту для меня 22 копейки это вообще я выписал когда газету комсомольская правда две копейки а как только три копейки стала я отказался пять остановок трамвайных представьте сколько я старался пройти пешком сохранить три копейки вот везде это речь идет о том чтобы люди платили тут нажила больше людей и поэтому подходит один звонит другой платить оплатить там не приходится я хозяин то но сейчас никто не звонит почти поэтому я уберу просто уберу вот приват здесь видно было что без внимания я это не оставил тут надо отдельно потому это висит как-то не так вот это вот решение никак не возьмешь тут надо вот так без внимания не оставляем кто это сказал ничего не будем писать экономьте время это я могу написать и какой я уже понял серых кто него что ставит мало и мало по мало обеднеет все копейку надо беречь вот это приняли во внимание теперь по skype вчера разговаривали это не по skype это занятия идут я сказал сделать объявление необходимо на каждом занятии по skype в самом начале сделать объявление что у нас все записывается и выставляется в интернет кто не хочет чтобы его видели и слышали тому нужно выйти из беседы и впредь не заходить очень даже просто ой деньги а счет за деньги такие за что смятые такие поясните что это за деньги на зачем мне во время работы не видите она права девчонка тут принесла про интернет вот спрашиваю вчера почему церковь это бизнес который не платит налоги первое при этом церкви не запрещено брать деньги за свои услуги а так как нет изначальных вложений то прибыль получается неплохая при этом деятельность церкви не облагается налогом священник один вышел вчера гляжу выступает на огородит такое колесец у нас расходы большие церковные служители получают зарплату как любой из нас продажа церковной утвари в храмах не является продажей это они говорят якобы ну и так государство вроде не трогает и они нашли способ обмануть боженьку и официально на ценниках сумма пожертвования которые вы отдаете в обмен на что-то крещение добровольное пожертвование ну лукавство какие позже добровольное пожертвование никто не указывает сколько добровольное он может дать тебе копейку давай положила добровольная там хлеб свой самая дешевая свечка в храме стоит 10 рублей себестоимость свечки 10 копеек ну и во сколько раз налогами это также не облагается прибыль какая в храмах часто располагаются швейные мастерские и другие предприятия церковь должна шить себе вещи и может пошить еще кому-нибудь чего-нибудь налогами не облагается храмы строятся за бюджетные деньги на программе поздно один из попов сказал что в день строится по три храма не знаю в год это порядка тысячу храмов данных это много стоимость одного храма часовня от десяти до пятьсот миллионов рублей когда вам скажут что в городе не хватает детских садов или больниц вспомни эти цифры высшая руководство церкви все на машинах показывает нам аскетизм и пример для подражания как всегда действуют отговорки но это никого не интересует патриарх кирилл ездит на бронированном автомобиле в его кортеже порядка трех таких да нет когда показывает где-то в лавру он приехал и сколько вокруг это охраны стоит где-то и вокруг даже в церкви стоит с кем-то разговаривает или что-то 7 вокруг сайте стрелками красными показаны кирюша совсем на бога не надеется а там я беру из интернета нам запрещено оскорблять чувства верующих при этом непонятно как доказать что ты верующий и как выяснить великоле оскорбление ваших чувств оскорбление может являться что угодно подводят под уголовную статью ужас какой-то верующие оскорбляют это немедленно уже убрать это ну кто-то подсунул они рады нас не трогай ну не трогай значит сгнили пропали как кпсс если нет критики как у дитлера значит это будет уничтожено а то старобрядцев никогда никаких недостатков не видят в год строится 50 воскресных школ порядка 80 процентов россиян считают себя православными и лишь 3 процента ходят в церковь ходят в церковь так они ничего не знают я сейчас посчитаю здесь маразм крепчает с каждым годом вот посмотрите какие данные сейчас я выдам ну кто может то запишите себе называется статья из мракоязычества никита подойди сюда если ты недалеко прочитай мне вот это его нету здесь потихоньку пройди сюда прочитай эту статью мне легче на два голоса вот уже четверть века я работаю преподавателем вуза это алтайский государственный технический университет 21 тысяча студентов крещена 9 лет назад воцерковилась ли во Христа крестилась но облеклась ли во Христа облекаться во Христа труд всей жизни регулярно посещать храм стало только тогда когда господь привел петь на клиросе вы не думаете что это простой человек какой то нет сейчас вы увидите за пять лет преподавания в алтайском государственном техническом университете мне пришлось встретиться с тремя тысячами студентов на протяжении пяти лет с 1994 по 1999 годы я проводила анкетирование было опрошено 3000 человек в возрасте от 17 до 23 лет это студенты первых третьих курсов 14 факультетов 100 групп вот видно что научной работе как она все абсолютно точно опрос показал первое 0,3 процента безоговорочно считает себя православными верующими исповедуются и причащаются то есть на 300 человек один второе 50 процентов никогда не задумывались над проблемами веры третье 2000 студентов 66,6 процентов считают православие устаревшим церковь стяжательницей служите ли ее бракобесами или не искренними людьми которые служат не богу а себе ужас какой четвертое 2500 человек 83,3 процента считают что в молодости надо грешить а вторости каяться вот так это по нашему пятое 2900 человек 93,3 процента не смогли ответить на вопрос что такое целомудрие в духовном смысле слова шестое 99,7 процентов не смогли объяснить чем православие отличается от других мировых религий в вопросе о спасении семь процентов 2990 человек 99,6 процента считает веру признаком слабости и ущербности недостатка образования восьмое 2990 человек 99,6 процента не смогли объяснить смысл слов покаяния грех смирение промысел божий молитвенное правило символ веры 9 900 человек 30 процентов сторонники или участники тоталитарных сект среди которых наиболее популярным является саентология ивановцы кришнаиты 10 не видят в этих заблуждениях опасности считают что верить можно как угодно и во что угодно 99,6 процента не считают опасным экуминизм 11 99,6 процента не знает молитв не умеет себя вести в храме не понимает духовного смысла поста 12 при этом крещенных православную веру 97,5 процента евгений цепельников алтайская миссия номер 10 76 июнь 1999 год московская патриархия русско-православная церковь алтайская миссия это теперь метрополия журнал до конца досчитай комментарий Игнатия Тихоновича Лапкина когда я встретился с Евгенией Павловной прочитав эту статью чтобы поблагодарить ее то она искренне испугалась когда я ей растолковал подлинный смысл того что она напечатала а результат таков из трехсот лже крещенных московской патриархии едва лишь один что то знает из того что совершается в храме если бы вопрос стоял о том что знает эти три человека из тысячи и десять человек из трех тысяч по библии по канонам то едва ли она нашла бы и одного Иоанн Слатоуст говорит если одна овца погибнет по твоей небрежности о священник то тебе не хватит всей твоей жизни чтобы загладить вину а здесь погибает две тысячи девятьсот девяносто и десять под вопросом приличная встреча с епископом Антонием в епархии мы долго беседовали с ним более двух часов и я показал ему эту газету и эти успехи в кавычках его епархии и он искренне сокрушался говоря а что я могу сделать я их послал работать а они воруют на священниках подарил ему эту газету сказав с этими результатами явитесь на суд божий он сказал а я даже и не знал про эту газету как-то она прошла мимо при том церковная газета его газета епархиальная попросил его выдать похвальный лист Евгении Евгении Цепейниковой такие материалы на дороге не валяются и сказал ему а нас было пять человек с нашим епископом Евтихием Курочкиным почему же вы так распустили в вожжи и не наказываете своих священников и работников о которых патриарх Алексей II сказал каких бандитов она принимали в церковь епископ Антоний встал осторожно открыл дверь своей приемной выглянул за дверь и смущенно сказал боюсь подслушивает недавно было покушение от своих же нам всем стало страшно и жалко его заложника насквозь пропитаны мафиозными структурами московской патриархии восьмое седьмое седьмое между собою как терновник и упившиеся как пьяницы они пожраны будут совершенно как сухая солома вот это такая статья это не на день день это очень и очень надолго будете вспоминать вот это прочитали Юрий Соболев вчера мы ролик один составили о гробе господнем благодатном огне сегодня я его уже выставил посмотрите вот рассуждает об этом я вчера много роликов смотрел благодатный огонь гроб господний там ремонтирует и уже связан с войной как связано а вот тамерлан не трогай его да чего боялись тамерлана то если бы о себе царь был он сжег его и все на этом кончилось а то война мировая началась из-за него во воина из-за того что люди и грешат считайте писание я это показываю а вот здесь в Алтае тут принцесса какая-то языческая раскопали ее принцессой назвали узнали точно так же землетрясение было оси я говорю если бы оси я был здесь он сжег бы и все и развеял по ветру трясутся перед ними и как это увязывает теперь с гробом господний если гроб господний чего вы с колдунами его теперь приравниваете с завоевателями с человекоубийство и ложь от сатаны гроба испугались там ремонт делали зачем он гроб то еще неизвестно вот мы записали ролик Игнатий Тихонович осень сильный ролик как мне видится будет по содержанию даже не знаю с каким другим вашим роликом сравнить мне кажется я сам дымлюсь и милость боже что я был скромным соучастником и первослушателем всего в голове до сих пор только ваш голос и слово божье крепко обнимаю благодарю храни вас и ваш дом господь вчера Михаил Кальмаев вот вот здесь вот контур нажмите крайнее левое нижнее и нажмите и сразу будет эта статья выйдет Игнатий Тихонович это ссылка на доклад митрополита Илариона Алфеева история и значение синодального перевода Библии вообще-то в нем он хвалит синодальный перевод Библии но предлагает его отредактировать нужно ли редактировать синодальный перевод не лучше ли было бы заняться богослужебными текстами чем тратить время на исправление синодального перевода не является ли это пустой тратой времени по сравнению с назревшим уже очень давно переводом на понятный язык богослужения и чего они боятся митрополит и патриарх ведь они сторонники русского языка у них все время прослеживается какая-то недосказанность нет решительности и при такой нерешительности стоит ли ждать от них что они будут исправлять Библию как надо почему при многих правильных рассуждениях рассуждениях и выводах они все время топчутся на месте ничего не делают а только говорят я имею ввиду церковнославянский язык вот видите какие слова говорят это человек говорит мирянин и он видит а они этого не видят топчутся боятся страх трусость и корысть корысть и трусость вот все везде развалено ну были такие что патриарх там павел четвертый он отказался ушел в затвор в монастырь его церковь канонизировала я не достоин я подписал документ такой ничего подобного сегодня патриарх под страхом смерти он уже не сложит себя полномочия ни один епископ а в житиях святых по Димитию Ростовскому мы все-таки встречаем таких и вот нужно посмотреть что они говорят надо ректор не надо синодальный перевод неприкасаемый это говорили один из самых лучших переводов я считаю самый лучший не знаю даже другие нигде не покажется что четыре духовные академии переводили знатоки языков были такие как как Хвольцин Давид Абрамович как Павский Герасим Петрович писал учебники для еврейских школ вот это надо только подумать как это надо знать и они будут его переправлять что-то где-то это что-то они у меня тут второй раз наверное это ну да митрополита огонь медные трубы это я не знал я ну это мне дадали сейчас я посмотрю а ухожу я отсюда ага вот какой Сергей Комаров 30 ноября ну прямо свежий сегодняшний мне уже скинули его 2016 года 13.17 вот он какой Комаров как выглядит так Никита пожалуйста подойди прочитай мне большой текст мне неудобно считать кое-что не доглядываю а я с вами буду останавливать и давать комментарии первый раз я его вижу не знаю но мне скинул Марущак Владислав давай встретил недавно знакомую женщину верующую которая давно уже работает в церкви сказала что ищет новую работу я вспомнил про вакантное место в одной церковной организации но знакомая отказалась оказывается она приняла решение никогда больше не работать в церкви ты не закрываешь собой маленькую сторонку нет 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 ну давай заявила что нее хватит есть серьезная опасность потерять веру объяснила она свои решения понятно при церкви работает и вывести вот такое вот это значит надо уже увидеть мы в церкви работали дворниками я все сейчас дворник обыкновенный то нас приняли в церкви чтобы только за нами наблюдать и мы увидели от нищих до верха все всю эту структуру у меня родная сестра работала в епархии бухгалтером я эту лавочку знаю подобные слова слышу не в первый раз действительно для многих людей работала в церкви работа работа в церкви становится огромным искушением представьте искушение я прихожу в епархию у нас искушение такое я говорю а какое вот тогда был архиепископ едион до кукин новосибирской епархии ну какое он вино там сколько вина то сейчас сейчас успеешь вот сбил меня там вино охладить взял за окно а семинаристы украли украли и выпили искушение то какое я говорю да хочу пьют вчера говорит вывезли полную машину грузовую ящиков с пустыми бутылками но ко мне приезжали когда шофер и тайно приходили домой на второе строительное шестьдесят два шестнадцать я говорю ну как дорога это обоги обоги да о чем говорите да никогда а что это которые причиндалы едут с ним прислуживают там одевают ему расческу подают глаза протереть полотенце и вот эти с ним едут да все говорит дорогу включена там пугачева поеда балдели дорогой а приехали сюда оде колонну накупили нету и напились напились упились и подает и подает не то а он был крутой этот архиерей то он размахнулся как врезал одному как упал и юзом и в эти заходить которые в алтарь дверь выпал снаружи архиерей то хулиган но он их распек они приехали тут спали сторожки переблевали все это свита архиерейская это то что мы видели давай и все окурки окурки за эти батареи подобные слова слышу не первый раз действительно для многих людей работа в церкви становится огромным искушением в ежедневных рабочих буднях человек показывает себя таким как он есть со всеми духовными болезнями впрочем грехам своим и чужим мы все привыкли но если страсти греховные соединяются с внешним благочестием и церковностью на выходе получается страшный пример лицемерия ханжества вот как когда христианин причащается с тобой из одной чаши а потом тебя предает это гораздо труднее вынести чем простое предательство светского человека вот такими бесчувственными делает сегодня миссионерские отделы это люди с каменными сердцами у них никакого сожаления к людям нет женщина плачет они ее перетолкуют по своему это лицемерное то есть заступиться где их даже близко нет дальше когда коллега соблюдает все внешние правила церковного благочестия но при этом клевещет на тебя перед начальством это может стать очень сильным ударом по твоей вере в Бога церковь в людей открывать в красивой церковной форме гнилое нутро всегда ужасно если форма не имеет соответственного содержания человек может соблазниться и совсем отказаться от формы а вместе с ней и от предлагаемого содержания предполагаемого предполагаемого содержания как то говорили с одним умным человеком о церковной жизни он поделился весьма интересной мыслью не то чтобы новой но весьма оригинально выраженной есть такое античное выражение огонь вода и медные трубы фраза широко известна по названию советского фильма сказки древнее изречение говорит о всех испытаниях которые бывают в нашей жизни огонь и вода есть внешние трудности медные трубы это духовно нравственные испытания славой всеобщим признанием богатством величие внешних форм так вот русская церковь наиболее уязвима именно последним искушением огонь гонений и воду бедности мы уже переносили и вновь вытрепим если потребуется а вот проверка медными трубами в тысячу раз опаснее и как правило приходит на смену огня и воды если бы я был дьяволом рассуждает мой островный знакомый я помог бы нашему православию победить на всех фронтах чтобы все вокруг сделалось православным православное законодательство православная армия православные институты школы больницы клубы спортивные секции депо имени святителя николая чудотворца детский садик в честь преподобного сергия радонежского театр имени святого инокронштадтского улицу наполнят билборды цитатами из святых в компьютерах будет работать православная система ортодоксия в среду и пятницу детям в школе будут давать только постную пищу словом все везде станет православным 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 станет так я думаю автор не обидится если я поставлю восклицательный знак и тогда то незаметно для всех церковь начнет превращаться в мирское учреждение к христианству будут относиться так как в свое время к партийной идеологии спорить не спорить но и любить не полюбят будут тихонько ругать на кухне и рассказывать анекдоты о патриархе вот особенно о патриархе анекдоты вот слышу вчера как раз сказали а вот он он там с блудницами патриарх с блудницами где вопрос сразу где но он там был на пляже и что да христос среди блудницы и пьют и приходят к нему пьет вино вы маленько то думайте а какой же он патриарх он с собакой ходит с собакой он делает пробежку до километра ничего себе а я вижу это человек разносторонний на лыжах там на горных катается в чем в этом обвинять то дурью маются то в нем это человеческие безгрешные качества положительные притом мне это очень близко ну а как да как как есть так и есть то что он вот за ними не наблюдает что не крестят как нет проповеди священники вчера только священник опять задавил мужчину на машине на большой скорости ударил его выбросило на встречную полосу его второй автомобиль и сразу скончался только вчера мне скинули материал я посмотрел священник так нормально выглядит как то не досмотрел а теперь все это на церковь позадавить очень просто стоял человек на разделительной линии а что он там стоял то тоже непонятно дальше основная масса будет равнодушно повиноваться и в один прекрасный момент окажется что русской церкви уже не существует истинно так я все время об этом говорю и толкую остались только формы за которыми уже давно нет ничего святого христос ушел оттуда и никто этого не заметил главное чаще исповедуйся чаще причащайся вот эту беду навязали окормлять окормлять это отравлять то есть опошили все таинства венчает венес над головой не бывает ведь венчании нет никакого исповеди тайны нету стоять рядом над ним на месте десятки человек таковы соображения моего собеседника конечно это пока еще довольно фантастическая мысль достаточно отъехать от наших мегаполисов с их более менее активной церковной жизнью и посетить глубинку как станет ясно что пока никакой победе православия и речи быть не может наоборот там хроническая нехватка храмов и священников проповеди и церковного образования пока никаких медных труп не слышно но вопрос соотношения церковной формы и необходимого содержания поставлен правильно всегда легче формализовать духовное чем одухотворить форму множество церковных организаций у нас внешним образом хорошо устроены но христа там бывает трудно встретить потому что христа нет в нас самая страшная поделка дьявол это миссионерский отдел миссионерский институт это нельзя создать благовестические можно проповедические можно миссионерские нельзя это труд духа святого это есть или нет это тысячи талантов должны быть как златоуз говорит тысячи а просто правильно покрестить для этого не надо ни одного таланта достаточно быть рукоположным священником чему может привести увлечение процессом церковной жизни без главного жизни во Христе гениально показано в великом инквизиторе Достоевского мы все построили без тебя говорит инквизитор Христу мы дали людям все и они счастливы счастье это величина земная еще дали все гроб Господень благодатный огонь мощи все дали все завалили буквально антураж фикси обман счастье это величина земная что еще нужно ты пришел мешать нам мы завтра сожжем тебя как врага церкви церковная жизнь без жизни во Христе это модель будущей церкви антихриста вот куда приехали абсолютно правильно когда будет все но Бога в этом все не будет форма же утратившая содержание никому не нужна какой бы красивой она ни была сегодняшнее бегство весьма многих честных и благочестивых людей из церковных организаций на светскую работу для того чтобы веру не потерять очень плохой знак ведь в церкви человек должен найти Христа не только в таинствах но и в образе возрожденных Христом людей если этого нет то мы еще ни в чем не преуспели получается форма у нас не является держание это просто вывеска одна лишь внешность и если это не внешность обманщего значит мы еще очень мирские люди обо всем этом нужно размышлять причем перед грядущей столетней годовщиной октябрьской революции размышлять особо потому что тогда рухнула огромная пышная форма рухнула ибо лишилась содержания как лишилась и почему рухнула об этом стоит поразмыслить ибо трудности сегодня аналогичны и вызовы времени остались те же как было тогда так может случиться сейчас о форме без содержания об этом необходимо много думать про медные трубы тоже лучше не забывать все вот он мне скинул материал я его озвучил теперь каждый может думать это то что за прошедший день за один день теперь переходим на декабрь у нас будет иной эпиграф здесь по другому будет уже эпиграф другой будет что слава друг от друга принимает про медные трубы и не раньше не позже я даже не знал этот материал только сказал про медные трубы он сразу вышел на материал на меня такой материал скинули я его взял ну и показать на наши ресурсы это необходимо чтобы знали где нас искать это мой мир в мой мир я перекачиваю все материалы которые ставлю на ютубе что-то пугает что и тут могут убрать из России что за такое не знаю вот вчера мы этот ролик составили поднанный ли гроб Господний неблагодатный огонь что последует вскоре это довольно больше час двенадцать мы сказали и второе подъем кто рано встает тому Надежда Васильевна стоит Никита согнулся там вот события дня больше у нас нет ничего дальше у нас но это я уберу вот большой православный форум вчера я говорил об этом заходите новое сообщение нажмите и сразу на первой странице зарегистрируйтесь когда заходите так легко там там все есть и потом общий поиск это поиск ну да общий поиск нажать и тогда вставить что вам нужно найдете 1602 темы ну и вот наш видеоканал ага 4 миллиона 551 тысячи 444 просмотра 5449 подписчиков у нас очень богатый материал очень богатый вчера вечером уже звонят по стационару по телефону но обычно звонят рядом вдруг кто откуда Франция Франции и у них почему-то нет возможности по скайпу выйти видно по голосам люди хорошие много слушаем говорит ваши ролики и других приглашаем знать не знаю даже это бог делает ну вот сейчас только я поставил сегодня утром сейчас я скажу сколько вот это поданный ли гроб это сколько прошло один час назад 58 человек это немного но подъем кто рано встает ему бог дает уже 103 вот видите как это конечно для нас нормальные единицы кто-то комментирует что-то надо узнать что он хочет сказать я не знаю Игнать Тихонов сделайте видео о распорядке дня одного из братьев которые сейчас живут с вами о распорядках их дня и так далее думаю многим будет интересно сделать а только сказать ну с ними я не пойду так Володя первое шагни сюда расскажи Никита приготовься вот видишь я неожиданно открыл я даже не знал ну рассказывай какой у тебя распорядок дня садись рядом чтоб видно было ну распорядок дня я думаю это с подъема и до отбоя давай ну утре это у нас все одинаково в принципе молитва начинай утром как нормально у нас у вас есть телефон звонит телефон вы слышите вдвоем обоих одинаково двое встаете во сколько не сказал дальше уже пошел во сколько в 4.40 в 4.40 да в любой день независимо от того что мы в дороге или где так по будильнику на сотовом телефоне у нас зазвонит встаем Никита обычно первый встает идет ну слово первое что означает ну спастились чтобы спастились потому что вот этажи Никита покажи как то поверни вот это вот покажи вот этот первый вот мой первый этаж вот это я сплю я встаю раньше в 3 с чем то чтобы разобраться с этой но ложусь раньше вот вторая это вот Никитина это как сказать палате у нас называют ну можно назвать нары шконка как угодно ничего не меняется дальше третья там Володя он по лестнике забирается и туда залазит вот значит Никита первый чтобы на него не наступить а он за ним следом то есть речь идет о секундах дальше сразу одеваетесь да выходим на улицу на улицу выйти вынести надо ночная база называется ночной горшок у нас же нет внутри туалета туалет на улице сортир живем в частном секторе город Барнаул улица Ползунова дальше хорошо и подходите становитесь надеваете валенки специальные валенки только ходить по чистому полу а другие на улицу и в это время порядок один на молитве мы стоим и после этого я начинаю утренние молитвы я начинаю ты опять пропуски делаешь просто по порядку и как молиться я уже показывал телефон слава Иисусу Христу вот старшая сестра видите какой порядок это уже распорядок она звонит пять секунд телефон не включается вот так принято мы успеваем она проверяет и какое приветствие всегда одно и то же говорит теперь мы стоим начинаем считать считаем трех это начал называется начал семипоклонный сегодня это только я видел где у отца Кирилла Сахарова на Берсеневке там 200 метров от храма Христа Спасителя это по старобрячески Божьей милости будь мне грешным создаем и Господи помилуй меня бесчиславец и грешил Господи прости меня грешного вот сейчас земные поклоны делают братья а я делаю поясные но один дальше достойная всякого истину это молитва Богородицы все земной поклоны дают слава Отцу и Сыну на три поклона и после этого Господи Иисусе Христе Сыне Божьей молитвы ради причистия Твоей Матери без крестного знамения поклон и опять Божьей милости все после этого за молитвы святых отец наших Господи Иисусе Христе Сыне Божий помилуй нас аминь слава Тебе Боже наш слава Тебе всяческих ради трижды Боже очисти меня грешного яко не коли же благое сотворих пред Тобой но избавим от лукава и да будет во мне воля Твоя да неосужденно отверзу устам и недостойно восхвалю имя Твое Святое Отца и Сына и Святого Духа ныне и присно и во веки веков аминь это три поклона дальше за молитвы святых отец наших и три святое три святое и потом трижды Господи помилуй и дальше от навосстав благодарим Тебя и дальше вот эта молитва которая из молитвослова все и дальше придите поклонимся три поклона и последний я делаю земной у меня с позвоночником трудно вот дальше начинает считать один день считаешь ты другой раз этот а одну славу слава то есть псалтырь разбивается двадцать этих кофейзм и каждая кофейзма разбирается на три части слава а ты сразу что я сейчас сказал ты этого еще не сказал теперь продолжай дальше считаешь псалтырь считаю псалтырь да потом после этого уже начинаем молитвенное правило читать когда вы произнесете вот это аллилуйя аллилуйя три раза да вот это у нас ко Христу к Богородице к англо-хранителю ну из молитвослова на русском языке да на русском языке мы сторонники абсолютно на русском языке это не запрещено молитвы переведенные и после этого после этого вы продолжаете дальше молиться вот теперь я продолжаю вот теперь вот сто поклонов я поминаю всех и правителей это уже мы не раз показывали как молимся и патриарха и пап римских и франциска и Венедикта что ушел всех поминаем и правителей Дональда сейчас поминаем и Барака еще не ушел всех и Эрдогена поминаем и Рамзана Кадырова то есть мы молим просим Бога мира Израилю России Украине Сирии где идет война и потом родных и близких молимся за интернет и все кто его изобрел и наших благодетелей поминаем врагов и все это вот здесь десять Господу нашему Иисусу Христу благодарим за то что дал веру дары его Божией Матери три ну тут слова так не просто повторяем а у нас всех поминаем Иоанну Христителю Николычу Дотворец пророки небесная сила апостола евангелиста это все десять мученики мученицы перечисляются святые отцы так что то я там пропустил ангелу хранителю там было еще впереди святые отцы и жены и девы вот сто сто поклонов я делаю поясные а братья дальше теперь вот мы после молитвы продолжай но я еще хочу дополнить что во время молитвы я молюсь своими словами про себя то есть у меня бывает иная молитва идет про себя то есть там о родных близких о тех которым я благовествовал я молюсь там ну другие как говорится которых мне господь ложит на сердце о том и молюсь вот потом после молитвы когда мы отмолились мы читаем я беру или брат Никита в основном я беру евангелие столкование блаженного и начинаем читать с разъяснением Игнатьевнович комментирует на сегодняшний день эти события перекладывает мы только пока сидим и слушаем то есть внимаем этому так после этого обычно уже по времени Игнатьевнович составивший события дня там я записываю или брат Никита а кто-то из нас готовит в этот момент еще когда был один я снимал и готовил одновременно успел то есть две дела функции ну в дальнейшем после того как события дня записали если брат Никита записывает у меня еще есть послушание я еще в храме сейчас зимой топлю примерно если морозы то два раза в день если нет морозов то один раз в день всего у нас храм это обыкновенный дом он был спасательная станция освод на водах спасали потом перевели его в жилое все пристроили перестроили никаких там куполов ничего нет ежедневно собирались по домам но так как есть алтарь престол где совершается бескровная жертва это называется храм храм не по куполу называется а по жертвеннику ну дальше во сколько дальше завтрак завтрак да в семь часов в семь обычно кто-то из нас трет морковку сейчас в данный момент я тру Никита потому что готовит готовит сейчас стоит и он как это подает пищу сейчас я топлю вот здесь печь утрами не забыть сказать подносят уголь все заранее пока их нет выщищаю золу вынесу заправлю только спрашиваю сам не затопляю по печке здесь тоже раз Володя там главный то есть здесь я спрашиваю разрешение топить или не топить видите какая у нас иерархия мне иногда видят там обедом а почему вы не во главе стола сидите я даже этого не понимаю у меня медная труба вообще не нет у меня больше тут можно сказать набат медная труба дальше иногда я подхожу когда топится там картошку режем пластиками на плиту сверху противнем закрываю я люблю картошка печеная на плите мы все после после завтрака мы обычно расходимся по работам то есть брат Никита на свою работу брату Игоря Дубунова я на свою работу я сейчас работаю по отделке в Людмиле Степановне Алфимовой у нашей сестры во Христе ты не сказал что когда перед тем как уходите они дают сигнал мы идем по одному уходят или нет я сразу подхожу около дверей начинаем молиться дальше они выходят пройдут у нас двор подходят выходить вчера кто из вас не помолился поклон не положил ты я вижу все я отсюда наблюдаю езди к воротам подходят перед выходом снимают шапки обязательно и три поклона не бойся не замерзли за это время и тогда уходят на работу я забыл просто виноват вот так дальше работаешь во сколько домой ну работаю да домой примерно уже в пять часов я собираюсь там на работе там кормят вас да там Людмила Степановна кормит иногда ты в другую деревню ездишь этот Валентинов помолись еще то у нее там тревожная обстановка она видит ну одна женщина живет далеко отсюда вон ездит вон ездит Володя тоже помогает ей ну потом во сколько домой ну в пять я выезжаю примерно иногда чуть позже выезжаю домой приезжая тут уже вечерние дела кто чем занимается в основном кто шьет там кто читает я читаю там или шью там что-то делаю опять же вечером иду в храм там дюшку закрываю если меня это утром я топил ну то есть в интернете сижу мы говорим то а то она в стороне лежит а даже нет а зачем а нет а ну 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 вот так во сколько отходите ко сну ну тут уже по-разному то есть в основном если сильно спать охота то часов десять если нет то часов полдвенадцатого уже ложишься быстро засыпаешь быстро сколько примерно ну я не засекал ну примерно то ну не сейчас не два минуты пять-десять примерно ну минут пять наверное идет минут пять у меня меньше минуты уходит на это почему никого не обидел полное спокойствие помолились подготовились все ну все давай Никиту Никита подойди сюда к тому что Володя говорил что у тебя по-другому или какие-то вкрапления сделай сядь сюда расспрашивает ответим а такой то кто там пишет САНИТВ не знаю не люблю вот это вот какая-то буква С ну поставь вот у нас видите я стоит фотография нигде нигде ни разу не было даже вот у меня чтобы ИГЛА ИГЛА это на мешках писали ИГЛА 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 не дольше не дольше вместе идете ну а что ты сидишь утрами тут у нас видите какая скученность тут негде прямо на столе все и тут уже брать кружку подвинься маленько даже ложку взять нельзя когда Никита на кухонном столе занимается я здесь Володя я люблю вот это затаренность пространства и сейчас ждем еще человека приедет и Надежда Васильевна уже один едет в дороге Екатерина Теникова так добавить еще не можешь но все свободен я считаю что мы выполнили ну и вот еще у нас это ресурс один очень большой важный ценный и неподражаемый я скажу что во свете Библии православный билейский сайт его не создать за один день ну 50 книг аудио насчитаны 12 томов златоуста 12 томов жития святые 12 томов сказать 5 томов добротолюбия где звук и видео вот здесь вот все материал очень и очень большой огромные фильмы ну и главное 4124 вопроса ответа 41 мои книги которые Господь позволил мне издать ну вот такое дело ну и все на этом отчет за вчерашний день начинается декабрь Богу слава и и и